Всем привет мои дружочки пирожочки, пантерка доступна для ограбления на этой недельке, со ста процентной вероятностью, если вы запустите новое ограбление, то основной целью будет вот этот котейка, который принесет вам один по два ляма зелени, ну и сейчас посмотрим как павлик забирал эту безделушку, и сколько в итоге вынес кайперика, погнали! Мой дружок пирожок, хочешь иметь огромные гаражи с мощными суперкадами, свой собственный ангар с самыми быстрыми самолетами, дома по соседству со звездами Вайнвуда, собственную яхту с капитаном и дюжины девочек, никаких проблем, заходи в мою группу по прокачке, обеспечим валютой на любые потребности, прокачиваем как на ПК, так и на ПС-4, А если ты укажешь этот промокод, то получишь еще 20 лямов на пакет прокачки для ПК, ссылочка на группу в описании под видео, переходи и заказывай! Каждое ограбление начинается с подготовки, которую можно полностью пройти примерно за 45-50 минут, А само ограбление займет у вас около 10, для этого не нужно тратить время на ненужные миссии по типу саботажа, но и на острове при разведке павлик не будет терять время почем зря, поэтому находим первый байк, который всегда стоит около арки и отправляемся прямиком к вышке, пролетая и не задерживаясь нигде, я не раз говорил, но повторюсь, чтобы быстро проскочить блокпост, Для этого на мотоцикле разгоняемся чуть левее вышки и перепрыгиваем эту местность, а дальше уже ориентируемся по миникарте, чтобы ни на кого не нарваться, и оттуда прямиком к вышке, взламывать камеры наблюдения Если у вас уже было запущено ограбление, то есть вы заплатили за подготовку на той неделе или раньше, и вы решили только сейчас отправиться на разведку, то я вас разочарую, получить пантерку не получится, для этого именно на этой бонусной неделе нужно запустить ограбление с нуля, и только после появится вот это чудо в качестве цели И так как Павлик играет в соло, а бак на открывание дверей никуда не делся, то мы шерстим и склады в поисках золотых слитков На этот раз Павлику не сильно повезло, ему придется вскрывать сразу две двери для того, чтобы набить сумки золотыми слитками Также повторно отвечу на вопрос, где взять плазморез для вскрытия решеток и цепей, если миссия недоступна Для этого необходимо в той же подготовке оплыть поместье блондины и просто оказаться в нужной точке под его зданиями Там Павлик нам сообщит, что есть канализация, которую можно использовать для проникновения После этого у вас откроется миссия и также откроется возможность проникать в зону через канализацию Это пожалуй самый быстрый и удобный метод, если вы не собираетесь забирать док цели с каких-либо точек за пределами его поместья Ну и чтобы не тратить время на возвращение к самолету, просто либо разбиваемся насмерть, либо попадаемся на глаза охране, чтобы сразу оказаться около самолета На котором мы отправляемся обратно в Лос-Сантос проходить подготовительные миссии Но чтобы вас не утомлять, перейдем сразу непосредственно к самому ограблению На подготовку у меня ушло 43 минуты Но мне повезло, так как оружие оказалось в центре Лос-Сантоса, что сильно сэкономило нам с Павликом время Я не сразу заметил, что золотые слитки находятся на ближайшем складе И отправил Павлика прямиком на второй этаж в кабинет блондина, так как там можно забрать полтишок сверху Деньги небольшие, но за эти бабки вам например придется попотеть в противоборствах минут 10 И то если на эти противоборства тройные выплаты Проскальзываем сквозь охрану, не попадая в их поле зрения Я думаю им платят только за то, чтобы они видели перед собой, что там дальше, их не ебет И так как им платят мало, и они часто дохнут, то лучше их не злите не появляться прям перед их носом Ну а если так произошло, то как можно скорее бейте по этому носу Так, чтобы хрящи проникали прямиком в мозг, создавая иллюзию бесконечного небытия для этой охраны В кабинете висит и картина, но брать мы ее не будем Маловато деньжат за нее дают Уж лучше полностью упаковаться золотишком, потратив на это пару минут сверху Ну а пистолет Павлик взял по приколу У него уже есть такой, но для тех, кто еще его не получил Был видос с расположением полувялой охраны в Лос-Сантесе Отмечены они голубой точкой на карте Обчистив карманы, можно как раз найти у них ключик Так вот этот ключик как раз от шкафчика в столе Вопрос один, какого хера этот ключ делает у рандомного охранника, который находится в Лос-Сантесе? Вы тоже с собой берете все ключи от сараев, гаражей и велосипедов, когда отправляетесь в другой город А, вот и я нет Логики в этом нет, как собственно и в этом, когда дверь закрыта Но ее можно открыть вот таким способом Для тех, кто регулярно пишет под видосом, где я объяснял как открыть двери на Каопериков соло Отвечаю Бак этот работал, работает, и будет работать Если вы не можете открыть дверь, то вероятнее всего не можете попасть в тайминг зажатия клавиш Так как по сути они играют основную роль в проникновении А уже расположение камеры и персонажа не так критичны Я навык немного подрастерял, поэтому с первого раза не получилось Но нам главное успеть все сделать за 15 минут, чтобы получить еще 100 тысяч баксов за элитное испытание И сразу отвечу на некоторые комменты тем, кто говорит, что за ограбление бабки дают, а вот за элитку нет Дело в том, что бабки за ограбление вам дают в наличку, а бабки за элитку сразу идут в банк Поэтому и создается иллюзия того, что вам недоплатили Обе двери открыты, сумка наполнена золотишком Время самого вкусного, отправляемся в подвал за нашей пантеркой И тут также отвечу на пару вопросов, которые у вас возникают в комментариях По поводу сложности и выплат за пантеру Чтобы запустить высокую сложность, нужно в течение игровых суток после успешного ограбления повторно заплатить за планировку следующего ограбления Проходить сразу разведку и подготовительное не обязательно Запустить повторное ограбление можно через 10 минут после прохождения предыдущего Но вам Павел напишет смс, что можно снова все начать А теперь насчет выплат Наша пантерка принесет нам 2 ляма и 90 тысяч с высокой сложностью Но как только мы ее заберем, к нашей добыче прибавится обычная стоимость этой пантеры Лям 900, это нормально Во время ограбления множитель высокой сложности не отображается Но как только вы завершите ограбление, в итоговой табличке все будет написано с учетом множителя сложности Ну и естественно все бабки вам выплатят Ну вот и все, пантера у нас, теперь отправляемся к выходу Не пытайтесь спрыгнуть с обрыва в воду, нужно выйти именно из поместья, а после уже бежать куда глаза глядят Даже если вы аккуратно сползете из балкончика, вас все равно убьет килл зона Такие же зоны есть в некоторых забагованных местах в Лос-Сантосе, где можно например на делюксе провалиться под карту Роки не борются с багами, а лишь ставят ловушки Это как дорожный знак 1.16, неровная дорога Зачем делать дороги, когда можно влепить такой знак и не отвечать за последствия аварии, которые могут произойти на этих участках Но вернемся к эвакуации Так как у нас сумка заполнена, забираем мотоцикл и отправляемся налево, в сторону Валькирии Там можно с разгона сигануть в пропасть, но в таком случае есть шанс потерять гроши Также можно подъехать к обрыву и дождаться лодки, которая время от времени проплывает там Убить водилу и отжать лодку Но плыть самостоятельно не так долго Вы можете ориентироваться по миникарте Там обозначена глубина более темными местами Как раз к таким местам плыть и нужно Можно сказать, что эти места и есть область завершения миссии Павлик аккуратно спустился вниз, не потеряв деньги и не повредив награбленное Но и дальше самая любимая катсцена Тэкелка, закат и естественно выплата наших денюшек В итоге с учет молитки вышло 2 ляма 425 тысяч баксов Но это еще не все Я не думаю, что кому-то когда-то выпадала эта пантерка Так как шанс выпадения крайне мал Хотя по идее Рыков, этот шанс вроде как бы есть Так вот, если вы уже ограбили все основные цели И у вас осталось только пантерка Вам дадут еще 150 тысяч баксов в виде награды за открытие ачивки профессиональной вор Мелочь, а приятно И по итогу Павлик вынес с этого ограбления 2 миллиона 600 тысяч долларов ЖТА Пожалуй это самый большой куш Если не учитывать бонусные недели Когда Рокки накидывали баблишко за успешное прохождение Если вы еще не успели ограбить блондина У вас нет подводной лодки То вкидывайте все свои бабки именно туда В подлодку и все что связано с этим ограблением На данный момент это самый выгодный фарм денег в любое время Когда есть бонусы, и когда их нет Я даже сказал бы что это выгоднее даже тогда Когда действуют двойные выплаты на любой другой фарм Каоперика имеет множество плюсов по нескольким параметрам Во-первых вы можете делать все это в закрытой сессии И вам никто не нужен Во-вторых нет никаких рисков потери Например груза Особенно в свободной сессии с читерами или апресорщиками Нет никакого риска при отключении интернета или при смертях Перезапускайте ограбление полностью и вы снова сможете получить олипку Ну и бабки которые вы получите Они очень большие Слишком большие по отношению к другому фарму И получить все это можно всего за один час Естественно если вы уже знаете что нужно делать И отлично ориентируетесь в этом ограблении Но практика набивается быстро И уже после третьего четвертого ограбления Которые полностью окупят все затраты Вы сможете легко проходить все в сова С вами был богатенький павлик и дилетант Не забываем про подписочку Скоро нас уже 300 тысяч И это не может не радовать Спасибо вам мои дружочки пирожочки На этом все Всем ББ Всем ГГ Субтитры сделал DimaTorzok